Как интересно задуматься. Центральная избирательная комиссия. Узнав, как предполагаю я, что группа юристов Павла Грудинина или, быть может, Коммунистической партии, неважно какие юристы, важно где они. Они сейчас, как я предполагаю, в Белизе. И поднимут они в Белизе всю эту бухгалтерию. На фшор. И выяснится, уж не жена ли бывшая Грудинина. Когда-то Влад Листьев покойный говорил мне, старик, запомни, мы своих убийц приводим в свой дом сами. Влад тогда не понимал, что он говорит на самом деле, точнее о ком и как глубоко. Мы своих убийц в свой дом приводим сами. Это почти как у Христа враги человека, ближние его, домашние его. Влад не цитировал Библию. Влад говорил, Влад говорил то, что он говорил. Мы сами приводим в дом своих убийц. Что если в Белизе вдруг выяснится, сейчас, сегодня, в эти часы, что жена сама открыла те офшоры, которые были закрыты. Она же имела право, у нее доля. Значит, тогда не Грудинин обманул. А было сделано все, чтобы Грудинин вроде как обманул, а он не обманул. Павел Грудинин будет выступать в эфире нашего канала. Мы подробно все обсудим с ним. Сейчас ни о Грудинине не речь. И даже не о его жене. И даже не о тех райдерах, один из них дважды судим, кто рядом с женой Грудинина, бывшей женой. Я о Центральной избирательной комиссии. Так предполагаю я, узнав, в том числе, из нашего эфира, что, возможно, группа юристов, профессиональных людей, специалистов, поехала в Белиз, изучать, как говорится, материалы на месте. Центральная избирательная комиссия сегодня, ну, уже вчера, просит Верховный суд признать с законным снятием Грудинина с выборов. Вот это без прецедента. Не Грудинин просит Верховный суд вернуть его обратно, как пострадавший. А ЦИК, который принял решение снять его с выборов, считает себя Центральную избирательную комиссию пострадавшей. и просит Верховный суд, Верховный суд, в любой суд, высшей инстанции, апелляция касаться Верховной, обращается, кто правильно. Пострадавший от решения. Несправедливо пострадавший от решения. В данном случае это Грудинин. Ни хрена. Ничего подобного. Прошу прощения, начинаю волноваться. Ничего подобного. Центральная избирательная комиссия, не дожидаясь, пока из Белиза что-то придет, а прийти может, Центральная избирательная комиссия считает себя пострадавшей от собственного решения снять Грудинина с выборов и просит внимание Верховный суд сказать, пострадавшая она или нет. Правильно они сделают, что сняли Грудинина с выборов или неправильно. Наверное, правильно. Точнее, они просят подтвердить законность снятия Грудинина. Уж как Верховный суд скажет, так все. Вы же Верховного суда никого нет, ни президента. Вы же только Бог, но Бог промолчит, потому что, хотя, может быть, и не промолчит. На этот раз. Впервые в истории человечества люди, которые приняли решение, тут же подняли руку и просят Верховный суд оборвать все свои дела, там очередь. Вот я сейчас в Верховном суде стою в очереди по решению там одной сложной истории. Я уже месяца полтора жду, примут, не примут. Я не вмешиваюсь, как я могу. Все по закону. Я подал документ, некую жалобу свою, собственно. Полтора месяца я в очереди стою, а тут надо, чтобы они все бросили, Верховный суд. И сказали ЦИКу, молодцы, правильно сделали, что Павел Николаевич, нафиг с пляжем. А это по процедуре невозможно. Ну, по закону. Потому что обращается потерпевший. Потерпевший-то груди не нанесет. Нет, тут потерпевшим себя считает ЦИК. И так-то сообщает. Слушайте, чем ближе выборы, тем больше спектакли. Ну, какие-то дурные спектакли-то. Уже даже как-то и не до смеха хотя бы хохочешься. Центр избирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое собственное решение об исключении директора ЗАО совхоза имени Ленина Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ. Еще раз. Если я принял решение, на кой черт мне просить Верховный суд принять мое решение как истину. Я решение принял. Без всякого Верховного суда. Если я сомневаюсь в своем решении, пожалуйста, призовите сюда еще и Верховный суд, когда вы принимаете решение в вашу Центральную избирательную комиссию. Но потом спрашивать, ау, мое решение там как? Нормально? Ах, нормально? Затвердите, пожалуйста. То вдруг люди им пожалуются. А если Верховный суд сейчас впервые в истории человечества скажет Панфиловой, правильно сделала матушка, и твоя избирательная комиссия правильно сделала, и что? Павел Николаевич, все, уже поздно будет Верховный суд обращаться. Верховный суд сказал свою точку зрения. Правда, есть еще пленум Верховного суда. Но это уже совсем, как говорил Соленый в пьесе Трисия Стрэнт, он Павлович Чехова, штабс-капитан Соленый. Потяни меня за палец. Дальше прочтем новость, которую ТАСС сообщал. Решение Центра избиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом документов, материалов дела. На этом основании просим отклонить жалобу Грудинина, сказал представитель ЦИК. Еще раз, ЦИК просит Верховный суд признать законным снятие Грудинина с выборов. Никакие жалобы ни сейчас, ни вдогонку то, что Белиз откроет, не принимать. Дальше новости смотрим. ЦИК не дремлет. Видимо, после скандала с депутатом Максимовым от Единой России, в отличие от Грудинина, у Максимова офшоров намного больше. И в Америке, и в Ирландии мы этого Максимова ищем третий день. Ищут пожарные, ищут милиции, ищут давно, но не могут найти парня какого-то из Единой России. Просто прям перефразирую дядю Степка Михалкова. Его, Максимова, как мы знаем, к выборам допустили. Он же из Единой России. А это из-за позиции из коммунистической партии. Некрасиво. Из-за позиции да еще с офшорами. Тут-то свой Максимов-то проверенный, правильные речи говорил. Тут мы некоторые видео его нашли. Интересные речи, говорит Максимов. Миллиардер из Новокузнецка. Третий день не на связи. Секретарш выставляет место себе. Никак не комментирует решение Центральной избирательной комиссии. Наплевать, что у него доля в медицинской компании в Бостоне, в Ирландии доля офшоры, ценные бумаги. Да, законам запрещено, но что ж теперь сделать? Он же из Единой России. На фоне Максимова Грудинин. Дальше смотрим, что сегодня. Сегодня Центральная избирательная комиссия обнародовала новые документы. Откуда взялись? А? Вдруг? Об иностранных активах директора ЗАУ Совхоз имени Ленина Грудинина юрисцентра Избиркова рассказала о новых данных. Сентября 2020 года Грудинин вновь стал владельцем акции при нарушении сверховного суда Белиза 2020 года подтверждающего тот факт, что компания больше не считается ликвидирована этой ее Грудинин попросил компанию Белиз или жена его бывшая, которая там какую-то долю имела. Собеседница агентства указала ценные бумаги фигурировали в решении Видновского суда аж от 2019 года. Да это как же Видновский суд в 2019 году знал, что в 2020 году суд Белиза скажет то же самое, что Видное скажет за год до этого в Московской области. И фраза, касающаяся раздела имущества Грудинина после развода. Что это все? Коммунисты усомнились в достоверности полученной Генпрокуратурой России и выписок из реестра владельцев компаний, что справедливо. По словам Юрия Афонина, первого зампреда ЦК КПРФ, партия настаивает на том, что Генпрокуратура предоставила неапостелированные документы, недействительные в России. Абсолютно верно. В то время как Грудинин предоставлял реальные документы, которые, по мнению СОП, подтверждают, что он не владеет некой компанией Бонтро. Зюганов сообщил, что в случае неудивления решения КПРФ намерен подать апелляцию Европейский суд по правам человека. Кому-то очень хочется. Это не коммунист. Это уже дух времени, что ли, чтобы Грудинин был выдвинут Зюгановым в 24-м году. КПРФ. Афонин, Зюганов, КПРФ. Снова президент России. На фоне этих скандалов в 24-м году у Грудинина. Это неважно, есть там офшор или нет. Президентские выборы другие выборы, это не Государственная Дума. Можно, конечно, будет задним числом какие-то, а задним числом не примешь ни, это не получится. Закон не имеет обратной силы. В итоге скандал нарастает. Это скандал не из-за Грудинина, не из-за офшоров. Это начало избирательной кампании президента Российской Федерации. Сегодня каждый понимает все больше и больше. А мы сделаем голосование, напомню, у нас в ноль часов в пятницу, начнем и в девять вечера по Москве в воскресенье закончим. С единственным вопросом, понимают ли граждане России, что выборы 17-19 октября это не только выборы в Государственную Думу. Это первый шаг в президентской избирательной кампании, потому что каждая партия, которая проходит в Думу без всякой подписи такого закона, выдвигает свободно в двадцать четвертом году, два года осталось до выдвижения, два года с небольшим, президента Российской Федерации, своего кандидата. И понятно, что ни Медведев, ни другие от КПРФ или от партии Максима Шевченко выдвигаться не будут, если Максим, конечно, его партия пройдет в Думу, а чтобы ей не пройти для того, чтобы выдвинуть нормального человека. Вопрос будет на голосование один, понимают ли наши зрители до конца и жители России, что такое выборы в Госдуму, почему нельзя остаться дома, почему необходимо прийти и проголосовать. Мы рассказывали реакции на наши сюжеты, и сейчас про Ухань будем говорить, самое интересное. Андрей Викторович, спасибо вам, это не Ухань, это голос из Уфы. Спасибо вам за то, что занимаетесь Елена Оршинникова, получена 26 секунд назад, уже больше, мне положили на стол только что этот материал. Спасибо за то, что занимаетесь глобальными вопросами, проблемами Башкортостана, а больше некому Хабиров отмалчивается, либо молчаливое согласие на все, что его тринь трава. Врачи в Малоязовской больнице, мы говорили о том, как врачи больницы восстали против того, чтобы их больницу соединили со всеми другими больницами района, это называется оптимизация, мы считаем, что это преступление, потому что в том районе 150 километров по диагонали расстояния довести кого-то из одного села в другое по тем дорогам, которые там в этом районе 3-4 часа дорожницы будут рожать в дороге, не дай бог мне на каркате. Оптимизация, денег нет. На закупку пылесосов мы говорили сегодня Хабиры, почему Хабиров такой слабый руководитель оказался. Деньги есть, там по полтора миллиона что ли, присутствуют стоят в 10 раз дешевле. А вот на больнице денег нет, и вот с Малоязовской больницей что-то хотели сделать, и пишет Елена Оршинникова оттуда, из этого района, наш зритель, врачи Малоязовской больницы золотыми руками, 10 дней назад спасли мою жизнь, дай бог им здоровья и благополучия их семьям. Гинеколог один единственный, который был в отпуске, до сих пор один гинеколог на весь район Хабиров, вы слышите, что люди-то говорят? Гинеколог в районе один на весь район 21 век, ради Хабиров? Как такое может быть? Спасибо хирургам и онкологу, которая была последняя пациентка на операционном столе, в самом конце рабочего дня не ушел домой, не отказали хирурги, спасли мою жизнь. Вот это настоящие врачи, которые служат народу с клятвой Гиппократа. Нельзя закрывать больницу, нельзя такими врачами разбрасываться, они единицы, а понятно, что если больницы соединяют в одну, то за 150 километров не каждый врач поедет работать, а жить-то где? А школа дети? Ирина Оршинникова еще раз, спасибо, Елена, мы вас услышали, и Хабиров куда он денется услышит, и Палпрет услышит, а не услышит, так сделаем так, чтобы слух был слухом, потому что мы с вами есть общество, и есть общественное мнение, и еще одна реакция, мы вчера, извинившись, что мы перешли на платформу, Караулова, да, приходится извиняться, за то, что мы делаем свое дело честно, на другом ресурсе, ну, такие условия, доклад американского конгрессмена Майкла Маккола, и сейчас, кому интересно, что же сказало правительство Китая, МИД Китая о докладе, не только, он докладчиком был, американский конгрессмен, доклад всей партии республиканцев парламенту Америки о том, что же произошло в Ухане, в том самом китайском городе Ухань, это имя китайского города сегодня знает каждый, что же там случилось на самом деле, мы рассказывали о докладе американского, это целая партия к две в Америке, доклад партии Конгресс в палате докладчик и сегодня официальный ответ Министерства иностранных дел Китая о событиях в Ухане в девятнадцатом году вся правда что же сказал Китай и МИД тема короны продолжение разговора платформы Караулова основной канал по другому мы не можем иначе потеряем другого как потерял свой канал Михаил Делякин и не только он кому интересно основной канал Караулова там об этом докладе точнее реакции Китая официальной реакции китайского МИДа на основном канале Китая 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 Продолжение следует...